О чем мы сегодня хотим поговорить? Попытаться объяснить ситуации, в которых мы иногда находимся или живем, и как их Бог может использовать в нашей жизни. И мы заглавили эту проповедь, когда Бога невозможно объяснить. И, естественно, ключевое слово для этого курса — вера. Поэтому мы немножко больше поговорим о вере, чем мы делали это вчера. И мы все знаем, что определенным образом жизнь — это мистерия или тайна. И многое, что происходит в жизни, оно превышает наше понимание. В Иове, если мы откроем книгу Иова, 36 главу, 26 стих, мы можем прочесть, как велик Бог, и что Он превыше нашего понимания. The number of His years is past finding out. Вот номер. Иове, 36, 26. Вот Бог велик, и мы не можем познать Его, и число лет Его неисчислимо. Попросите группу порядка пару стульев донести, пожалуйста. И даже если бы нам попытались объяснить о Боге больше, я думаю, что нас бы все равно не удовлетворил ответ. Мы ищем разумного объяснения. Пожалуйста, мимо камеры, не ходите, идет запись. И попросите группу порядка доставить туда стулья и присядьте, пожалуйста. Просто в коридоре есть группа порядка, они могут принести стулья, просто попросите. Если кто-то мог найти стулья, это будет круто. Мы все ищем вещей, которые объяснимы, которые имеют смысл для нас. И мы ищем объяснений. Мы хотим, чтобы все было возможно объяснить. И мы всегда ищем причину, пытаемся во всем найти причину. Но нам необходимо осознать одну фундаментальную истину. Которую можем найти в Писании. И вот она. Бог никогда себя не объясняет. Пригнитесь, пожалуйста, камера. И редко, когда он дает нам объяснения или причины, почему он так или иначе поступил. И события, которые происходят в мире, окружающем нас, очень редко имеют смысл или их можно объяснить. И это сталкивает нас с нашим основным принципом, вопросом веры. Праведные, они живут верой. И нет никакого пути, которым можно избежать это, который можно найти в Писании. И, наверное, лучшее объяснение бесстрашной веры. Володя, спасибо, что прямо по камере идете. Когда мы читаем Писание, мы можем прочесть и найти это в книге Аввакума. Большинство пророков того времени говорило слово от лица Бога людям. Аввакум взывал к Богу от имени людей. Он жил в тяжелые времена. Для веры это были тяжелые времена. Он видел, когда праведные страдали, а когда неправедные жили очень хорошо. И он задавался двумя вопросами, которые часто мы задаемся в жизни. И первый вопрос — почему или за что? Почему это происходит со мной? Почему мне надо пройти этот период? И Аввакума открываем первую главу, третий стих. Он говорит это так. Аввакума 1.3 Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною. И восстает вражда, и поднимается раздор. Иногда, когда вы читаете Писание, это может выглядеть, как будто вы читаете газету новостей еженедельную. Мы также живем во времена, когда все подобное происходит вокруг нас. И мы задаемся вопросом, почему это происходит. Надеемся, в конце мы получим ответы. Как я сказал, нам свойственно искать объяснение всему, но мы не всегда его сможем найти. И мы должны понимать и осознавать, что Бог не нуждается в том, чтобы объяснять свои действия. По крайней мере, нам Он не обязан объяснять. Мы Его творение. А Он Господь. Он суверенный Господь. Он в контроле всего. Даже если мы думаем, что Он не в контроле. И второй вопрос, которым задавался Аввакум, доколе? И второй вопрос мы читаем в том же Аввакум, о первой главе, только во втором стихе. Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? Буду вопиять к Тебе насилие, и Ты не спасаешь. После того, как Он задал вопрос, почему, мы задаемся вопросом, сколько мне еще идти, или доколе мне еще это терпеть? Сколько еще займет времени, пока Господь услышит мой голос? Вот о чем просил здесь Аввакум. И во второй главе, шестом стихе Аввакум говорит вот что. Но не все ли они будут произносить о нем притчу, насмешливую песню, горе тому, кто без меры обогащает себя не своим? Надолго ли? И обременяет себя залогами. И все вопросы будут крутиться вокруг двух вопросов. Почему и доколе? Но если мы внимательно посмотрим, что делал Аввакум, Он задавал эти вопросы от лица всего народа. Бог открыл Аввакум, показал... Бог открыл Аввакум, показал... Что вавилоняне, вавилон... И мы знаем, что люди ненавидели вавилонян. Все знали вокруг, что если вавилоняне придут, то вокруг одна разруха останется. Но Бог показал, что этот народ является инструментом в Божьих руках, через который он принесет суд в народ Иуды. И иногда, когда Бог нам вот такие странные вещи открывает, мы приходим в состояние, что мы не понимаем. Аввакум не понимал. Он не мог объяснить этого. Бог показал Аввакуму, что вот это зло, оно победит праведных на время. И это нельзя было объяснить и понять. Но потом обернется во благо. Иногда плохое случается с хорошими людьми. Видели ли вы такое в своей жизни, когда есть хорошие люди, и они сталкиваются с какими-то проблемами или со сложными ситуациями? Кто-то, хороший, кто следует за Госпором, делает то, что он должен делать. И тут мы видим, что он проходит через ужасно тяжелые времена. Плохое случается с хорошими людьми. Это выглядит, как будто Божья рука не движется. Как будто Божьего лица не видно. И через вот эти времена наказания или Божьего суда Бог напоминал Аввакуму о пути правильном, о правильном образе жизни. В Аввакум 2, 4, мы читаем, что праведный оттенит жизнь через вероятность, вероятность, вероятность. И мы видим, что Аввакума 2, 4 говорится, вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Иногда вопрос заключается больше не то, с чем мы сталкиваемся на пути, с какими сложностями, а вопрос о том месте, где Бог видит нас, где хочет, чтобы мы достигли. Бог пообещал нам вечную жизнь. И Он хранит Свои обещания, выполняет их. Он не таков, как мы. Мы не всегда держим Своё Слово. Но Он держит. Мы можем доверять Ему. Мы можем полагаться на Него. И Аввакум понимал, что он не понимает всех Божьих действий и Божьего времени. Но Он не может ставить под сомнение, несмотря на то, что не понимает Божью любовь, Божью способность сделать и то, что на Бога можно полагаться, надежность Бога, это нельзя ставить под сомнение. И когда Он осознал, что, несмотря на сложности, нельзя ставить Бога под сомнение, Он написал что-то очень замечательное. Шикарное провозглашение веры. В Аввакум 3, 17-18 стихи. Он написал вот что. И я помню первый раз, когда я в своей жизни прочел это место. И я подумал, как это возможно? Великое провозглашение веры Аввакума 3, 17-18. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Аввакум объявил, что даже если то на все, что он полагался, развалится, если все разрушится, что приносило до этого стабильность в его жизни, но и тогда я буду доверять Господу. Это вера. Это вера. Если бы Аввакум говорил сегодня, он мог бы сказать это так. Даже если мой дом развалится на части, даже если все рынки упадут, даже если компания, которую я владею, обанкротится, даже если вся экономика развалится, даже если все на то, что я надеялся, упадет, и тогда я буду доверять Господу. Моя уверенность на Господе, она не пошатнется. Мы должны задавать себе вопрос, это наша история. Таким же образом мы встречаем сложности и испытания. Так же мы себя чувствуем, как Аввакум, когда вокруг все валится на части. Имеем ли мы веру? Найдет ли Господь такую веру в нас? Второе, о чем я хочу сказать, это о самой важности веры. Кто слышал о Кори Тен Бум? Кори Тен Бум. Я не знаю, что это. What is this? Это Кори Тен Бум. Кто-нибудь слышал о Кори Тен Бум? Она выжила в Холокосте. Не потому, что она была еврейкой. Она страдала в Холокосте не потому, что еврейка была, а потому, что она прятала евреев у себя дома. И они арестовали ее. И она прошла жуткое время в лагере смертников. Но она жила невероятной верой. Даже в тех ужасных обстоятельствах она доверяла Богу. И когда она вышла, освободилась из этого контрастационного лагеря, она сказала вот что. There is no pit too deep that God isn't deeper still. There is no hole too deep. Нет ни одной дыры, которая настолько глубока, чтобы Бог не был еще глубже. The God is not deeper. He is always there, wherever you are. And we can trust in Him. И мы можем доверять Ему. She picked a very good analogy. Because pain and tragedy are like a pit, are like a hole, which you seem to fall into. And for some of us it appears that there is no end. It is bottomless. Иногда нам кажется, когда мы падаем в такие дыры, что они без дна, что они просто бесконечны. Lisa, my wife, she would like a bottomless coffee pot. Моя супруга мечтала бы получить бездонную чашечку кофе. Одно кофе, которое бы никогда не заканчивалось. She is sitting over there, so I know. Она вот тут сидит рядышком, слышит. Okay. But God is still deeper than any pit. Он глубже, чем любой колодец, любое дно, в которое вы ударяетесь. We may experience a falling down. Мы можем чувствовать полное падение. Дезориентацию. Terror. Ужас. А потом мы пытаемся оглянуться вокруг и за что-то ухватиться, чтобы дальше не падать. Что-то, что даст нам хоть какую-то стабильность. Что-то, что мы бы могли подумать, что на это можно положиться, понадеяться. Но этого нету там. Но Бог есть там с вами. Иногда мы говорим, что Бога нет там с нами. Но Кэрри Тембум, она напоминает, как тот же пророк Аввакум, что в какую пропасть дыру вы не падали, Бог все еще с вами. Он там. Он там. Он так же там, как в то время, когда мы поклоняемся Ему и чувствуем явно Его присутствие. Одинаково. Он все еще там, даже если это сложности. Да, боль, она реальна. Но Бог так же реален. И вот оттуда должна выходить наша вера. Вера, она напоминает нам, что мы не весь Божий дизайн видим. Тот дизайн, который у Бога есть для нашей жизни прямо сейчас. Но в свое время мы доверимся Божьей любви. И тогда мы должны верить в Бога. А до этого в один день мы, так сказать, впадем в Божью любовь, доверимся Божьей любви. А до этого нам надо доверять Ему. У Бога есть план. У Него есть план на твою жизнь. На каждого из вас. Никогда не подходите ко мне и не говорите, у Бога нет плана на мою жизнь. Это неправда. У Бога сказано в Его Слове. Что Он спланировал многое для вас до создания Вселенной. До всего творения. Поэтому у Него есть план. И Ваша работа это исследовать этот план. Распознать его. Слушать Его голос. Верить в то, что у Него есть план для вас. Даже если все выглядит крайне смущающе. И иногда да, так и происходит. Во что вера верит? Первое. Настоящая вера верит, что Бог слишком мудр, чтобы совершить ошибку. Я достаточно часто слышал такую фразу. Наверное, Бог ошибся. Бог не делает ошибок. Мы делаем. Бог всей Вселенной имеет план для наших жизней. И Он занят тем, что пытается нас ввести в Его планы. Вы можете помнить, что Скипция говорит, что мы как живые камни. И помните, Писание говорит, что мы как живые камни. Now, if you were trying to build a house with living stones, you might have some difficulties. Наверное, вы столкнетесь с проблемами. Yeah? This one said, no, I don't want to be there, I want to be over here. And the other one says, no, not on top, I want to be at the bottom. And they keep moving around. And God is trying to bring everything together. Поэтому Бог и занимается тем, что Он собирает эти камешки вместе. Are we willing to let Him place us where He wants us to be? For us, it's not easy to discern what He is trying to do. And so often it is above and beyond our understanding. И иногда, даже не иногда, а часто это намного выше и дальше нашего понимания человеческого. Just as God is above and beyond our understanding. Our view of life is sometimes like a piece of rolled up paper. И наше представление о жизни иногда похоже на лист бумаги, скрученный в рулончик. And we look through it. И мы пытаемся вот так смотреть в него, как в подзорную трубу. And we think we're seeing everything that there is. But we're only seeing a very little portion. Но на самом деле вы видите очень узкую полоску. We can see what is immediately in front of us. Мы можем увидеть только то, что конкретно находится впереди нас, перед нами. Но Бог-то превыше всего этого. And He sees everything at one glance. И Он видит все, то, что мы не видим. If we are standing here now, we look out of this window, если мы вот посмотрим налево в окошко, we see a certain number of streets, we see a certain number of things. But if we were in a helicopter, over the city, and let out над городом, we would see everything, we would see everything, we would see everything. This is the way it is with God. Так это работает с Богом. We think we understand. Мы думаем, что мы понимаем. We think we see it all. Мы думаем, что мы все видим. But we see only a very small part. Но мы видим только узкую часть. He sees the beginning, He sees the beginning, and the end. While we see only what is happening right now. We see only what is happening right now. There's an expression in English, that you are always wiser after the event. Есть выражение в английском, у нас на русском есть тоже подобное. Ты всегда мудрее после события. There are many things that have happened in my life, that when I look back on them, I say, oh, yes, that's why that happened. И есть многое, что случилось в моей жизни, и сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, ага, так вот для чего оно было. Я служу Господу в районе 40 лет. И несколько лет назад у меня был рак. И я задал Богу тот же вопрос, почему. Как это вообще возможно? И я, наверное, думал, что я сделал что-то, что Бог оставил меня. Но я прошел весь процесс, я прошел операцию, химиотерапию, и уже прошло 6 или 7 лет, и со мной все полностью в порядке. Бог провел меня сквозь. Но, проходя этот процесс, помогает мне понять других, которые проходят подобные процессы. Пройдя этот процесс, теперь я понимаю, что чувствуют люди, которые проходят подобное лечение. Подобные процессы. Я могу понимать их. Я могу relate with them. Я могу глубоко внутренне понимать те процессы, которые они переживают. Но удивительным было то, что, когда я вылечился от рака, как много людей с раком, с заболеванием стало встречаться мне на пути. Поэтому Бог позволил мне пройти этот сложный период для того, чтобы я знал, что они проходят, чтобы я мог послужить им утешением, молитвой, поддержкой. Бог может использовать абсолютно все, что происходит в вашей жизни. Не важно, как это жутко выглядит. Он может развернуть это абсолютно к густому и использовать это для чего-то блага. Поэтому, я думаю, что Павел и написал, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения или испытаниях. Когда мы проходим сквозь них, это нелегко. Мы хотим плакать, и мы можем плакать, но мы также можем научиться радоваться в этом. Как я сказал, только после мы рефлектируем на что произошло к нам, мы можем видеть, что Бог был в этом все равно. И я реально осознаю, что только далеко спустя после этих периодов сложных, которые мы проходим, мы можем обернуться назад и осознать, и понять, для чего Бог их использовал, и что Бог был там в наших обстоятельствах. И через эти переживания, опыт, и через разные другие, я научился доверяться путям Божьим. Верить, что он чересчур мудр, чтобы допускать ошибки. И в этих лагерях смерти на стене узники выгравировали слова. Я верю в солнце, даже когда оно не светит. Я верю в любовь, даже когда ее не видно. Я верю в Бога, даже когда Он не говорит. Это может быть пасмурный день, облаками затянутое небо, и вы не видите солнце, но вы знаете, что оно там есть. Обычно в комнатах вы не видите проводов и резеток, вернее, проводов, которые подведены к резеткам. Но здесь мы, конечно, можем видеть на потолке, но не считается. Но когда вы просто включаете выключатель, свет включается. Вы верите, что каким-то образом, нажав на выключатель, вы получите свет. Вы не видите этого процесса. И я нахожу это высказывание очень сильным от узников, которые были в концлагере. Это было его или ее провозглашение веры. Второе, во что вера верит. Вера верит, что Господь слишком добр, чтобы быть жестоким. Есть здание в Штатах, в Принстонском университете на территории. И по какой-то причине там есть высказывание, написанное на немецком. И это какое-то научное кредо высказывание. И it says God is supple, but he is not malicious. Okay. God is not... Let me just... Ваня. Any good? Сейчас мы посмотрим, чтобы было более... Difficult to put it in another way. Okay. I will just... subtle. Subtle. This is sometimes the problem. You can't find a good substitute. Okay. Just even not subtle. Okay. Ни одного слова. Okay. It basically means that God is very gentle with us. No malicious also. Okay. God is very gentle with us. But this statement which is American university why is written in German and it means that God is too good and more gracious and more gracious is hateful or spiteful. God deals with us in his gentleness and whatever he does we have to understand and he does it for our own good. In Romans chapter 8 verses 28 and 29 Paul the apostle spoke of the kindness of God and his amazing grace furthermore we know that God causes everything to work together for good for those who love God and are called according to his purposes because those whom he knew in advance he also determined in advance would be conformed to the pattern of his son so that he might be the firstborn among many brothers Okay, these verses are important Эти стихи важны по двум причинам. Что они говорят, и то, о чем они не говорят здесь. Они не говорят, что все, что происходит, это хорошо. Они также не говорят, что Бог причиняет зло. И также не говорят, что все плохое обернется в хорошее для всех. Что здесь на самом деле говорится, что Бог работает в этом мире, особенно в жизнях своих детей. И что Его славная цель — это сделать нас подобными Его Сыну. Ишуа Мессия. И тогда, в итоге или в конце, Бог все действительно, что случалось, использует. Как я обычно говорю, хорошее, плохое и ужасное. Все. Все, как я сказал, Бог может взять это, хорошее, доброе и ужасное, и использовать во благо. Все, что Он делает, говорит нам о том, что любой наш опыт и переживание, он не напрасен. Третий пункт, о чем мы хотим сказать, во что верит вера. Вера верит, что Бог всегда знает лучшее и делает лучшее в свое время. Вы знаете, что у Бога есть расписание? Большинство из вас имеют еженедельники, календари и расписания. У кого-то на телефонах, у кого-то в планшетах. Кто-то, как моя драгоценная супруга, называется старая школа и использует бумажные календари, записные книжки. К сожалению, она часто ее дома забывает, поэтому все равно не помнит. Но мы должны понимать, что у Бога есть расписание, у Него есть календарь. И вот что я вам скажу. Божье расписание очень часто не сопоставляется и не совпадает с вашим расписанием. И если мы с вами будем пытаться положить свое расписание на Божье, наложить, то это приведет нас в проблемы. Я думаю, что я тоже говорил вчера о коконе. Я вчера затронул коротко о бабочке в коконе. Вы знаете историю? Не все, хорошо, коротко. Был человек, который просто обожал бабочек. И он нашел кокон на дереве. И вот днями он наблюдал. И в один день он заметил, что кокон начал двигаться. И кокон уже стал практически прозрачным, что он почти увидел бабочку внутри. И он увидел, что она страдает, пытаясь вырваться наружу из кокона. И это длилось длительный период времени. И в итоге мужчина подумал, я буду помогать немного. И мужчина подумал, я сжалюсь над ней и помогу ей, и надрежу кокон, чтобы она смогла выбраться. Бабочка вылетела. И не смогла летать. И через несколько часов она умерла. Почему? Потому что ей надо было страдать вот эти движения, крылышками делать, разрывая кокон, чтобы крылья набрались силы, чтобы она могла потом летать. Другими словами, мы можем сказать, Бог хочет, чтобы мы научились летать. Но нам необходимо, чтобы мы могли летать. Но нам необходимы определенные страдания, чтобы нашим крыльям появилась сила, и чтобы мы могли летать. Бывают времена испытаний. И помните, Экклесиаст писал, всему есть время под солнцем. Он дает весь список. Ты хочешь сказать что-то? После того, когда ты не сжал. После того, хорошо. Я могу сказать, что-то тоже. Включение внезапное. Изменение картинки. Когда я слушала супруга, я почувствовала, что Дух Святой говорит в мое сердце, напоминает о том периоде сложности, который я прошла в эту зиму. Мой внук однажды сказал мне, мой внук радовался своим бицепсом. И он спрашивает почему бабушка твой бицепс не тут, а тут. Почему он не наверху, а снизу твой бицепс. Я говорю, недостаточно практикуюсь физкультурой. И в этой зимой я прошла достаточно сложный период. Один внук сломал руку. На следующей неделе внучка сломала ногу. Потом Роджер вернулся с Украины, упал и не ходил. Потом было воспаление легких еще у одного внука. И три-четыре месяца я была медсестрой. И мне не нравится быть медсестрой. Я вообще не люблю все вещи с этим связанные. Я сказала, Господь, что это? И это привело меня в депрессию, в состоянии депрессии. Я потеряла свою радость. И потом с дочкой и внуками у меня была коротенькая поездка в Швецию и назад. И была программа там для детей. И поверьте, Бог может использовать кого угодно и что угодно. И там был клоун. И он сказал, сейчас вы можете смеяться, или вы можете быть суперсерьезными, как немцы. И я говорю вам это, потому что я, как клоун, имею жену-немку. И за наш весь брак 20 лет она смеялась один раз. И я осознала, что я не смеялась, что я была такая серьезная. И я сказала, Господь, восстанови радость Твоего спасения. И Бог дал это, на самом деле. И я просто начала кататься с осмеху, как говорят. Глуповато выглядеть. И вернулась домой наполненной радостью. И в кровати легла и полчаса хохотала. И ситуация не поменялась. Хохочу до сих пор. Еще одна короткая история. Она хороший рассказчик. У нашей дочки есть собака-золотистый ретривер. И однажды утром я сказала, пойду на лыжах прокачусь. У них озеро замерзло. И все очень глубоко замерзло. Я одела лыжи, вышла. И собака пришла тоже. И я думаю, так, возьму ее за поводок, и я буду на лыжах, она рядом со мной будет. Я взяла собаку. Это было за пару часов до воскресного собрания. То есть собрание в 10, а она в 8 была там. И, короче, озеро там несколько километров, и собака начала гнать. Без остановки. Супер-спейт, док-спейт. Очень быстро. 100 километров в час. Не так много. Где-то сотня километров в час. И она держала ее за поводок на лыжах. И собаку зовут радость на английском. Поэтому у меня была такая радостная прогулка. И я кричала, радость, радость, остановись. Я вернулась живой, слава Богу. Поэтому я хочу сказать вам, вы можете проходить времена стресса, но вы можете просить Бога, чтобы Он вернул вам радость вашего спасения. Поэтому, чтобы... Как Павел в темнице. Павел и Силас. Они проживают Господь. Аминь. Аминь. Я говорю, приглашай почаще супругу, чтобы она тоже учила у нас в институте. И он говорит, ну тогда она будет учить, а мне не будет времени. Очень часто во времена наших стрессов, искушений, испытаний. Мы пытаемся найти короткий выход. Мы хотим, чтобы оно все остановилось. А Бог хочет через это подготовить нас к новому уровню, к новой фазе нашей жизни. И это процесс подготовки. Другими словами, мы должны быть, как эта бабочка, пройти через определенные страдания, чтобы мы окрепли и имели достаточно силы, чтобы делать то, что Бог хочет, чтобы мы делали. Четвертый. Вера верит, или доверяет, что Бог находится в контроле всего, и поэтому мы можем оставаться в покое. Однажды кто-то сказал, The same sun that hardens the clay melts the wax. То же солнце, оно заставляет глину высохнуть, и то же солнце растопляет воск. Топит воск. It is our choice. Whether we let the suffering and the misfortune in our life harden us or soften us. Это наш выбор позволить страданиям в нашей жизни, которые мы проходим, высушить нас, как солнце глину высушивает. Through suffering, we can become hard and bitter and angry and проходя страдания, мы можем стать озлобленными, иметь корень горечи и даже стать злыми и раздраженными. But it can also soften us in a way which helps us to relate much better with others. Но также страдания, есть другой вариант, страдания могут сделать вас более мягкими, как воск растаявший, чтобы вы входили в ситуации других или понимали их обстоятельства. We can choose to be hopeful or hopeless. Мы с вами выбираем иметь надежду или верить в безнадегу. We can decide whether we want to be an optimist or a pessimist. Мы выбираем на самом деле, мы хотим быть пессимистами или оптимистами. Sometimes it just depends on how we look at a situation. И иногда это зависит от того, как вы смотрите на любую ситуацию. And if we look at it and say God is in this, если мы смотрим и говорим Бог все равно в ней, в этой ситуации, в этих обстоятельствах, это может сделать нас готовыми принять все то, что Бог имеет для нашей жизни. These things very often happen to bring change into our lives. Иногда все это случается для того, чтобы принести изменения в нашу жизнь. Многие из нас боятся перемен. We like things to be always the same. Мы любим, когда все происходит так, как мы привыкли, как нам нравится. Это легко и мило. It's just a bit like in this city, when they start roadworks, everything changes. You have to go a different direction. Это как вдруг начали чинить дороги, да, и вы привыкли ездить по этой улице, а тут вам приходится объезжать. And I can just hear the driver saying, why did they have to do that now? И я слышу, как очень часто водители жалуются, ну что им приспичило именно сейчас здесь работать? But that could, if that change of direction could bring us just to the place, where God wants us to be. Но эти изменения, направления могут привести вас именно туда, где Бог вас хочет видеть. Я несколько раз переживал подобное в жизни. Иногда мой план поездки резко менялся, полностью менялся. И из-за изменений в моих планах поездки я сталкивался с тем, новым в своей жизни, по-другому я бы никак с ним не встретился. И я мог говорить с ними о Боге, свидетельствовать им. I've got four minutes left on my hour. Okay? От моего часа осталось совсем чуть-чуть. Okay. The fifth one is faith believes that when we cannot trace the hand of God, we must trust the heart of God. Trace. when we cannot see how God's hand is moving. Вера верит или вера доверяет, что даже когда мы не можем увидеть или почувствовать, как движется рука Божья, мы можем доверять сердцу Божьему. И Аввакум еще одно высказывание о великой вере сделал. By saying in chapter 3, verse 19, Elohim Adonai is my strength. He makes me swift and sure-footed as a deer and enables me to stride over high places. Аввакум 3, verse 19. Господь Бог сила моя. Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты возведет меня. Бог хочет быть вашей силой. So often we're relying on our own strength. Mine are here, by the way. But so often we want our own strength to do it. But sometimes we just need to declare in a situation God, Adonai, you are my strength. You are my wisdom. You are my power. You are the one who makes me fast enough. to do what I need to do. You are the one who makes me достаточно быстрым, чтобы выполнить нужное задание. David said it this way. With my God I can run through an army and I can jump over a wall. Помните, в псалмах David говорит, с моим Богом я могу пройти сквозь армии и перепрыгивать через стены. Преодолевать стены. Is your God able to help you to run through an army? скажите, твой Бог способен провести тебя через армии? To jump over a wall? Помочь тебе перепрыгнуть через стены? Now my wall jumping days are over, I think. Your wall. My wall jumping days are over. In the natural. But I can still spiritually go over wonderfully high walls. Lisa and I recently saw a video about the mountain goats in or the mountain deer or goats in Israel. недавно мы с супругой смотрели видео о горных антилопах козах которые в Израиле живут. Basically the wall was like this. Стена была практически вертикальной. Я это в жизни там видела. And these goats were going up and down all the time. Эти горные козы и антилопы они просто вверх-вниз скачут как будто вот так находится гора. And it was so amazing. И это было очень удивительно. Но Бог их такими сотворил. Он сотворил вас такими какие вы есть. И Он может дать вам способности делать вещи которые Он хочет чтобы вы делали. Не важно в какие обстоятельства вы попадаете и что вас окружает. Это Божье обетование для нас. Если мы будем полагаться на Него Он твердо будет на земле держать наши ноги. Он не пообещал что Он избавит нас от проблем но Он пообещал что Он проведет нас сквозь проблемы. И вот мой вывод. Я еще не перешел границу. Бог здесь для вас. Он никогда вас не покинет. Он заботится очень о вас. Даже когда ночь темна. И даже когда шторм снаружи. Знаете что Бог Он здесь. даже когда вы не видите руку Божью. Доверяйте Его сердцу. Потому что Он любит вас. Он защитит вас. Доверитесь ли Вы Ему? Даже если вы не понимаете почему и за что? Доверитесь ли Ему чтобы Он провел вас сквозь? Доверитесь ли потому что Вы Доверитесь Ему потому что Он знает почему и за что? И для чего? Даже если вы размышляете и думаете как долго вам еще страдать доверитесь ли Ему? Доверьтесь Ему потому что Он знает времена и сроки Он знает времена и сроки всего через что вы проходите доверяйтесь Ему даже без объяснения без логического объяснения без причины доверяйтесь Ему потому что Он есть Господь Аминь 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 Аминь